Коллектив больница, пациенты, постоянная учеба и помощь людям. Вот та настоящая жизнь, которую старшая медицинская сестра поликлинического отделения номер 2 Алиса Саядян ни на что не променяет. Хотя стаж работы у нее в медицине небольшой, всего 12 лет, но выбор профессии был сделан осознанно. Я уже была взрослая, когда сделала свой выбор. Не было такое, что после школы я пошла в медицинский колледж. И так надо было. На самом деле мне уже было достаточно лет, я была замужем, у меня был уже сын. И вот я любила эту профессию, любила эту профессию очень сильно. Мне нравилось помогать людям, наверное, быть полезным. Скажем так, я чуть-чуть эгоистка, я очень люблю, когда меня хвалят. Я осознанно пришла в эту профессию, скажем так. Поликлиника – большой живой организм, который всегда необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Ведь сюда за помощью приходят люди с различными заболеваниями, которые требуют необходимого внимания, а иногда и быстрого оперативного вмешательства. А вот что привлекает в этой работе? Помощь людям. Они приходят беззащитно. Они приходят, чтобы ты им помогала. И в конце ты видишь свою победу. Я могу в день испытать 5-6 побед, когда человек пришел к тебе больной, нуждающий, и ушел от тебя довольный. Вот что меня привлекает. Даже не скажу, что это профессия. Это призвание, наверное, для меня. У Алисы Саядьян большая семья. Супруги воспитывают троих детей. Старшему 17 лет, младшему почти 2 года. Успевать сделать все по дому и всегда быть в хорошей форме на работе непросто. Но у Алисы получается. А вот что не получается, так это преодолеть переживания за невозможность помочь человеку. Сложность, когда особенно ты работаешь в стационаре, и ты привыкаешь к пациенту, и ты не можешь его спасти. Ты понимаешь, что пациент уходит от тебя, и ты не можешь ничего делать. Это большая сложность. И кто бы что ни говорил, с этим никак нельзя не смириться, не привыкнуть. Это большая сложность. Когда ты надеешься, что я сделала, я сделала все, что от меня зависело, но ты не смогла ему помочь. Вот в моей работе. Остальное все рабочие моменты. Если Алиса Саядьян по медстажу только в начале пути, то Людмила Григорьевна Шиманская, медсестра физиотерапевтического отделения, настоящий ветеран труда. 56 лет в медицине. К тому же почетный донор. Я всю жизнь мечтала быть медиком. Конечно, у меня не получилось дальше учиться, потому что по семейным обстоятельствам. А так я всю жизнь мечтала быть медиком. Мне очень нравится. Помогать больным. А вот узнавать у них, если полечился больной, мы потом спрашиваем, как помогло вам, не помогло. И если помогло, вы знаете, получаешь большую радость. В данной работе необходимо иметь не только подход к каждому пациенту, но и хорошо знать аппаратуру и заболевания, с симптомами которых люди обращаются за помощью. Каждому пациенту необходимо объяснить, зачем назначена та или иная процедура. Это магнитотерапия. Процедура длится 10 минут. Ощущений вы никаких не ощущаете, потому что это электромагнитное поле. Ощущений здесь никаких нет. Аппарат этот улучшает кровоснабжение, снимает отек, снимает боль. И применяется при переломах, при артрозоартритах. Многим может показаться, что работа в физиотерапевтическом кабинете монотонная и неинтересная. Но Людмила Григорьевна считает это ошибочным мнением. За столько лет здесь ей никогда не было скучно. А все потому, что у Людмилы Шиманской есть простое правило, которому она всегда следует и советует молодым медикам. Любить свою профессию, любить больных в первую очередь, любить людей, относиться уважительно к людям, потому что люди – это больные. И к ним доброе слово, сами знаете, что и кошке приятно, если так сказать. Поэтому, конечно, надо к людям относиться с добром, с вниманием, с уважением. Так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Екатерина Четверикова, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.